Добрый день, дорогие друзья! Это, скорее всего, будет такое обзорное видео по работе нашего интернет-магазина, по работе сайта, по ответы на вопросы и, ну, в этом духе. Давайте немного коснемся, то есть уже накопилось много вопросов, они повторяются, поэтому лучше их осветить сейчас, возможно, это вам поможет. Итак, смотрите, когда вы задаете вопрос с сайта, есть такая, и к нам приходит на почту вопрос с сайта. Вы не указываете, кроме имени, там ничего. Обязательно условие укажите электронку, чтобы вам смогли отправить ответ. Потом начинаются жалобы, почему я пишу, мне никто не отвечает. Ну, ребят, ну, мы же не как писать, почтового голубя отправлять, что ли? Поэтому, ну, не поленитесь, укажите, у нас менеджеры всегда ответят вам на все вопросы. При заполнении заказа вы иногда указываете кривые телефончики, то есть там уже есть поле плюс семь, дальше не надо писать восемь, тире, там, девятьсот, там, двадцать пять и прочее. То есть вы пишете сразу девятьсот двадцать пять, восьмерку вы не указываете. Соответственно, телефон приходит на почту правильный. А так бывает, одной цифры не хватает, потом не могут транспортные дозвониться. Если у нас вдруг у менеджеров какой-то вопрос, они не могут связаться с вами. Поэтому будьте внимательны при заполнении. Также просьба, при заполнении заказа указывайте фамилию, имя, отчество. Это нужно не лично для нас, это нужно для отправки в транспортную компанию. Потому что некоторые указывают или фамилию, или, допустим, Иван. Все, как мы отправим? Какому Ивану там, допустим, город Белгород? Ну, какой Иван? Там Иванов наверняка достаточно. Поэтому будьте внимательны, ребят. Потому что вопросы с отгрузкой затягиваются из-за того, что вы неправильно заполняете свои данные. Часто задают вопросы, зачем вам паспортные данные? Нам ваши паспортные данные, ребят, не нужны. Они нужны для отправки транспортной компании. Это, к сожалению, существует такой закон Яровой от октября 2017 года, в котором транспортные, без указания паспортных данных, ну, все ненужные паспортные данные, нужна только серия и номер паспорта. Больше никакие данные не нужны. Это при оформлении, при отправке в транспортную компанию. Иначе груз наш не примут. За исключением одной транспортной компании, это транспортная компания СДЭК. Там паспортные данные ваши не нужны. Если что-то возник, вопрос с браком. Да, мы производственная компания, которая выпускает серийные изделия. Серийные – это массово. То есть, там, десятками, сотнями, тысячами штук однотипных изделий. Поэтому, да, возможен где-то брак. Это человеческий фактор, его не исключить. Возможен брак при транспортировке транспортной компании. Кстати, при транспортировке. Желательно, чтобы вы при получении груза на транспортной компании распаковали. Потому что, когда приезжают домой, на третий день открывают посылку, а там груз поврежден. Вплоть до того, что у нас обращались к нам. Мы направляли печь. А она проткнута полностью вместе с коробкой. Ну, наверное, или арматурой, или лону. Насквозь. То есть, это с каким усилием. В транспортной компании, к сожалению, относятся к грузам крайне неаккуратно. Назовем это так. Их кидают. Они падают с большой высоты коробки. Их навалом закидывают. То есть, могут накидать легких грузов, а сверху там, я не знаю, какую-то бетонную плиту положить. Соответственно, приходит все в печальном состоянии. Поэтому, просьба, если есть возможность, открывайте грузы при получении. Смотрите. Но, если вдруг выявился, мы всегда идем навстречу, ребят. Мы никогда не бросаем своих покупателей. И многие об этом знают. Через нас прошли, ну, я не знаю, десятки тысяч покупателей. И, я надеюсь, негатива осталось, ну, ни у кого не осталось. Мы всегда шли навстречу, всегда помогали. Если что-то где-то повреждено, да, часто потребители относятся с пониманием, да, не ваша вина, транспорты. Но что мне делать? У меня, мое изделие не выполняет свой функционал. Мы идем навстречу, отправляем транспортными компаниями или там партнерам в вашем городе отправляем. Вы там можете получить. Поэтому мы всегда идем навстречу. Не надо поднимать шума, если у вас что-то пришло. Говорю, в принципе, в гости допустим брак. И здесь, говорю, ну, человеческий фактор. Ну, никуда от него не денешься. То есть, рабочий пришел в плохом настроении, получил плохое известие. Где-то недовыполнил свое. Где-то недоглядели. Но все бывает. Это производство. Если бы это было штучное, и я один сидел и потихонечку с напильничком там что-то строгал. Да, я бы, может быть, более внимательно каждому персональному изделию. Но когда это носит массовый характер, и в день у нас выходит, ну, если всю гамму взять, там, до тысячи изделий в день. Вы представляете? И все проверить, ну, не всегда физически удается. Если вы выявили, спасибо большое. Но не нужно сразу раскидывать все фотографии, там, косичков раскидывать по соцсетям. Ну, напишите нам на сайт. Позвоните. Указан телефон 8 800, он бесплатный. Менеджеры всегда позвонят вам, ответят. Всегда какой-то компромисс мы найдем. Поэтому брака не бывает только у тех, кто не работает. Кто сидит на диване и чего-то ждет. Мы работаем, выполняем. Да, мы не идеал. Но даже в той же Тойоте или там в Мерседесе допустим брак, и он бывает. Бывает, происходит, что происходят какие-то работы на сайте. И сайт закрыт. Но это не так часто. Недавно, вот, меньше месяца назад, произошел такой случай, что у провайдера лег сервер. И сайт не работал больше суток. У нас в звонки просто телефон развалился. Все, вы обанкротились. Что случилось? Куда вы делись? Почему не отвечаете? Ребят, ну, все нормально. Мы никуда не девались. Мы производственное предприятие. Не просто, там, коммерсанты, которые получили товар, продали товар. Мы его производим. У нас порядка двух тысяч квадратных метров производственных площадей. И нам убежать со станками, с оборудованием. Ну, я не знаю, за месяц даже, наверное, мы отсюда не убежим. Поэтому не волнуйтесь, мы никуда не денемся. Мы уже четыре года на одном месте, на одной территории. И никуда бежать не собираемся. Бывает, опять же, человеческий фактор. Упаковщик что-то где-то напутал. Получилось пересортиться. Ребят, ну, тоже не впадайте в панику. Напишите нам. Желательно предоставьте фото, что вам пришел немного не тот товар, который вы хотели. Допустим, сумка пришла не такая. Ну, говорю, учитывайте человеческий фактор. Упаковщик мог просто на упаковке до автоматизма. Бывает шквал заказов, просто они по 12 часов падают. Пакуют и пакуют. Ну, что-то положил. Ну, говорю, напишите, позвоните. Мы всегда найдем компромисс. Или вернем деньги. Или дошлем. Или договоримся с партнерами. Ну, компромисс всегда найдем. Все исправим. Не волнуйтесь. Мы никогда не бросаем своих покупателей в беде. Еще один вопросик хотел осветить, ребят. Это когда вы заказываете, допустим, чехлы, сумки, еще что-то. У нас все размеры представлены на сайте, поэтому посмотрите, не поленитесь. Сравните, а подойдет ли вам этот чехол. Потому что те же производители часто меняют размеры своих изделий. Мы не всегда успеваем на это отреагировать, и они не совсем совпадают. Допустим, они регулярно там меняют размеры палаток. Или, допустим, у вас палатка там следопыт какая-нибудь. А вы спрашиваете, ну, или утрированно там, не знаю, там, Хелиус или Хигаш. Ну, названий очень много. И вы говорите, а вот этот чехол мне подойдет, но мы не знаем, какая у вас палатка. То есть вы можете померить размер своей палатки, построить размеры. Также касаемо и всех остальных изделий. Или спрашиваю, допустим, какая сумка из ваших подойдет для моей печки. Мы даже не знаем, какая печка. Спрашиваю, какая вам. Да самодельная. Ну, есть же размеры. Померьте, посмотрите, какая лучше, компактнее войдет, какая больше вам подойдет. Потому что не видя ваших изделий, нам крайне тяжело ориентироваться. Поэтому на заказ, честно вам скажу, ребят, сейчас сильно мы загружены. И чтобы сделать какое-то изделие на заказ, в это время мы можем произвести, допустим, там, 15-20 серийных изделий. То есть трудозатраты оцените. То есть если бы мы изготавливали разовые изделия, то есть мастерская, которая пришли, одно изделие заказали, у нас серийная производство. Поэтому делать какие-то шаблоны и прочее. То есть уже швеи научились работать по шаблонам. Поэтому, как бы, думать им не надо. Им надо давать серию, давать производительность. Поэтому, ребят, смотрите, все указано. Обращайте на это внимание, пожалуйста. Так, смотрите, если товара нет в наличии, вы делаете заказ, товар под заказ. Таких нам, ну, бывает у нас, бывает. То есть вот недавно, допустим, по теплообменникам нас подвели поставщики кулеров российские. И подвели и сказали, что до конца года не будет. Ну, процесс-то не остановить. Тем более, сейчас идет сезон. И мы вынуждены были, искали, искали в России. К сожалению, нигде нет. Они заключают в начале года договора. И, ну, кончилось и кончилось. Никто особо суетиться не будет. Понятно, мы покупаем это тысячами штук. Но даже это, наверное, их не приличает. Да и менеджерам заниматься неохота. Вот, поэтому мы вышли на прямые поставки. Да, кулеров с Китая. Уже идут брендированные они. Мы проверили качество. Все устраивает, все хорошо. Там тоже бывают заминки. Да, вот произошел такой форс-мажор. Мы несколько моделей теплообменников поставили, что нет в наличии. Но это не значит, что все, мы их сняли и прочее. По ним следите. Это вот конкретно по этому изделию. Бывают еще какие-то другие. Где-то недопоставили металл. У нас, к сожалению, не Евросоюз, не Германия, где по часам все расписано, когда поставка товара. У нас просто может поставщик сказать, ну не получилось, ждите. У меня подкат сломался. У меня там металл не завезли. Там еще что-то. Кто-то заболел, там транспорта нет и, ну, бывают задержки. Поэтому, чтобы вас не вводить в заблуждение, мы закрываем данный товар и ставим нет в наличии. Но вы отслеживаете и, когда он появится в наличии, его на сайте сразу же откроют. У нас каждый день мониторят сайт, менеджеры. Поэтому сразу при появлении открывают его. Вы начинаете товар под заказ. Ну, в день таких приходит там до 50 товары под заказ. Понятно, отследить менеджеры не в состоянии все. Тем более, если этот вал накопился за 2 недели, потом всех известить. Заходите, не поленитесь на сайт. Посмотрите, если товар появился, заказывайте. Поймите, просто сейчас, говорю, очень много заказов. Прямо сезон идет. Поэтому мы стараемся выполнять все, выполнять сроки. Да, сейчас немножко у нас было с момента оплаты на следующий день отгрузка. Да, сейчас вынуждены затянуть до 3-5 дней отгрузку. Потому что просто не успеваем вывозить на все транспортные. То есть у нас, допустим, день вывозится, там, 2 таких транспортные. Следующий день еще транспортные, другие. Поэтому в тот же день не получается. Есть вопрос такой. Модное слово сейчас, хейтер. Пишут матами, пишут всякую гадость, новые жабы там и прочее. Но даже не знаешь, как отвечать на такие вопросы. Понятно, мы их опускаем, но зачем? Зачем вот эту грязь выливать? Я просто удивляюсь. Или пишут, ну и параша у вас. Ну, может быть, это ваше субъективное мнение. Лежа на диване, не видя нашей продукции. Или видя ее только на фотографии. Может, да, она неудачная. Или вам показалось, что вы бы сфотографировали лучше. Ну, пройдите мимо. Зачем вам эти эмоции? Зачем вам эта параша? Если у вас есть вопросы, и вы хотите похейпить, ну, приедьте к нам в офис, похейпите. Выйдут менеджеры. Они с удовольствием с вами сядут, похейпят. И посмотрим тогда, кто будет материться в последний раз. Так что, ребят, давайте без обид, давайте быть взаимовежливыми. Ну, вернемся к работе сайта. Вот, часто задают вопросы, пишут, пишут, пишите и под видео, и пишите вопросы с сайта, задаете, и, ну, везде, в ВКонтакте. Просьба, нормально, формулируйте вопрос, потому что это некоторый вопрос просто мы даже не представляем, как ответить. Ну, вот, допустим, вопросы такие. Хватит ли вашей печки мне в палатку? Ну, во-первых, у нас печей целая гамма, от малых до больших. Во-вторых, мы не знаем, какая палатка. Не знаем, какой регион, какие условия эксплуатации. Поэтому ответить на такие вопросы, ну, крайне сложно. Или, допустим, войдет ли ваша раскладушка ко мне в палатку? Ну, раскладушка тоже, типа, размеров от 175 до 205. Палатки тоже все разных размеров, поэтому мы даже не знаем, войдет, какая у вас палатка. Когда ты начинаешь переспрашивать, какая? Квадратная. Говорим, какой размер? Да, бог его знает. А сколько слоев? Да не знаю я. Вот квадратная у меня палатка. Ну, мы же тоже, как бы, не можем знать, какая у вас в другом городе палатка, если вы даже не знаете. Вот, ну, такие вопросы. Какой стол мне лучше взять? Тоже вопрос такой риторический. Можно взять большой стол, можно маленький стол взять. Мы не знаем, какая палатка, какие условия эксплуатации. То есть, нет конкретики вопросов. Вот, допустим, мне газового баллона хватит? Для чего хватит? С чем вы его будете эксплуатировать? Какой у вас газовый баллон? Сколько в этот газовый баллон заправили? Потому что в разных регионах по-разному. Есть 12-7 баллон. В каких-то регионах заправляют 10 литров, 5 килограмм в него. У нас заправляют не больше 8 литров, а на некоторых заправках и 7. Поэтому, ну, сложно так. В принципе, смотрите наше видео, там рассказано. Там под каждой горелкой есть и наша горелка. Написано, сколько потребления ее. Или откройте паспорт своей горелки. Там написано потребление. Учитывайте, что потребление написано в граммах. Можно это все дело перевести в литры. И посчитать, посмотреть, сколько баллона хватит. Мы не против вам ответить на вопрос. Но вы его конкретизируете. Такие же вопросы, как А какой АКБ мне нужен? Мы же не знаем, какие электрические потребители вы используете. Поэтому ответить на него очень-очень сложно. Поэтому, ребят, давайте как бы внимательно, чтобы и у меня меньше-меньше время тратили. И вы зададите конкретный вопрос, конкретный ответ на него и получите. Поэтому давайте уважать друг друга, ребят. Ну, а так, мы всегда с вами. Мы всегда готовы вам помогать, отвечать. Ну, и мы как бы работаем, чтобы создать вам комфорт, уют и тепло на рыбалке. Так что, ребят, давайте будем взаимовежливы. Ну, и как всегда, встретимся на рыбалках. Комфорта, тепла и удачи вам на рыбалке. Все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok